И сегодня мы познакомимся с вами с таким интересным методом, как ядерный магнитный резонанс, и попытаемся понять, как он используется для исследования сложных молекулярных систем. Я думаю, у многих из вас хоть раз в жизни возникал вопрос, как устроен наш мир. Кто-то мог задаваться вопросом, почему мы видим на закате Солнце красного цвета. Кто-то спрашивал себя, почему Земля так старая или молода. Ну и в конце концов самый главный вопрос, на скольких черепахах стоит наша Земля. При этом, думаю, каждый из нас сталкивается почти каждый день с самым важным и житейским вопросом. Почему, доставая тарелку из микроволновки, еда холодная, а тарелка горячая? Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Как только в нашей жизни появляется интерес к чему-либо, нам сразу хочется исследовать эту систему. Разумеется, для исследований, любых исследований, нам необходим объект исследования. Как только мы его выбрали, нужно разобраться с методами. Давайте посмотрим на этом слайде, как можно расположить различные методы согласно их чувствительности и энергии. Как вы видите, наиболее чувствительным методом, согласно энергетического подхода, является рентгеновское гамма-излучение. Так, на рубеже веков рентген открыл один из самых перспективных на тот момент методов исследования — рентгеновский анализ, который позволяет увидеть, на данном слайде приведена рука его жены с колечком, кости человека. На тот момент это казалось уникальным явлением, еще недостижимым несколько десятилетий назад. Если мы начнем двигаться вправо, то есть уменьшать чувствительность методов, мы столкнемся еще с одним великим открытием, связанным с оптикой, оптическим методом разложения спектра на призме. Продолжая двигаться дальше, хорошо известны для казанских студентов и ученых явления ядерного магнитного резонанса, которые продемонстрированы на данном слайде. Ну и, казалось бы, самый последний по чувствительности в области радиоволн метод, который на данный момент также используется, например, в магнитно-резонансной томографии, ядерный магнитный резонанс. Казалось бы, что от него можно ожидать? Ведь по чувствительности он находится на самом краю области. Тем не менее, в свое время люди стали интересоваться, а как можно интерпретировать магнитный момент ядра и при этом получить из него вот такую вот интересную информацию. Одним из первооткрывателей метода, человек, который задался вопросом измерить магнитный момент у ядра, был Якоб Гортер. В своих исследованиях он использовал метод калометрии, который, к сожалению, не дал прямого результата анализа магнитного момента ядра, но при этом дал информацию о электронной спинно-решеточной релаксации, которая на данный момент была измерена с точностью порядка 10 минус 7 секунды. Как и у любого ученого, у него было желание двигаться дальше, но при этом все его работы по ядерному магнитизму сводились к нулю. В этой же области работали два теоретика — Тейлер и Гайтлер, которые предложили Гортеру сделать расчеты, хотя бы теоретическое предсказание, сколько или какое время стоит ожидать из эксперимента по спинно-решеточной релаксации уже не электронов, а ядра. И такой расчет они сделали. Этот расчет составляет порядка миллиона лет. Как вы понимаете, жизни человека не хватит для того, чтобы пронаблюдать явление спинно-решеточной релаксации. В этот момент в научных кругах возник вполне логичный вопрос. Так может быть, ядерного магнитного резонанса не существует, как и метода магнитно-резонансной томографии. Все это придумано. Тем не менее, в этой области также работал и другой ученый, фамилия которого Раби, а зовут его Исидор. Это первый Нобелевский лауреат по ядерному магнитному резонансу. И в своих исследованиях, проводимых в конце 40-х годов, экспериментальная установка приведена на данной картинке, вы можете видеть, что он работал в магнитном поле с молекулярными пучками. Суть его эксперимента заключалась в том, что, проводя молекулярный пучок через внешнее магнитное поле, наблюдалось отклонение этого пучка, регистрируемое на детекторе. Так уж получилось, что когда эксперименты были на финальной стадии, в гости к Раби приехал Гортер, о котором мы говорили на предыдущем слайде, человек, у которого сложились неудачи в наблюдении ядерного магнитного резонанса. Гортер стал рассказывать о своих неудачах Раби, и тот понял, что основная проблема эксперимента, как в его установке, так и в установке Гортера, связана с тем, что они не учитывают резонансного поглощения. Для того, чтобы зафиксировать этот эффект, Раби добавил в свою установку еще один магнит, между полюсами которого были расположены радиочастотные катушки, или, как называлось на то время, линии радиочастоты. Подавая частоту на эти катушки, мы могли создавать добавочное поле, которое отклоняло проходящий молекулярный пучок, и если это отклонение происходило, то мы фиксировали на детекторе уменьшение тока. Если же отклонение не происходило, то пучок достигал детектора, мы регистрировали некоторое постоянное значение. Таким образом, впервые было зафиксировано резонансное поглощение, при совпадении частоты внешнего воздействия радиочастоты и частоты внешнего магнитного поля, за что, собственно говоря, Раби и получил свою Нобелевскую премию. Обратимся дальше в веки истории и посмотрим, а кто же еще работал в этой области. Одним из ученых, который продолжал работы Раби, является Феликс Блох. Я думаю, здесь сидящим студентом направления биотехнической системы и технологии этот человек тоже хорошо известен. И то ли это байка, то ли нет, но Блох тоже долго не мог получить эксперимент по резонансному поглощению. И вот однажды, прогуливаясь вечером уже, идя домой из лаборатории, в очень снежный день, он стал смотреть, как падает снег. И обратил внимание на то, что снежинки под действием силы тяжести падают все в одном направлении, как бы формируя единый поток. И только ветер, который подул в данный момент, смел их с их траектории. И тут Блох понял, что в принципе макроскопическая намагниченность, цель которой была достигнута им чуть позже, состоит из маленьких намагниченностей каждого ядра. И чтобы их создать, нужно каким-то образом направить эти намагниченности в одну сторону. Точно так же делает поле Земли, заставляя падать снежинки строго вниз. Как-то иногда бывает действительно в науке, параллельно с ним, рассуждая примерно так же, но без снегопада, таких же результатов достиг и Эдвард Парсел. Далее они стали работать совместно, но на этот момент параллельно была создана ими экспериментальная установка. Схематично она изображена на данном слайде. Очевидно то, что необходим был постоянный магнит, в который помещался образец. За счет того, что магнитные моменты, помещенные в единое магнитное поле, выстраивались, возникала макроскопическая намагниченность. Далее воздействию на данную макроскопическую намагниченность вы получали некоторые отклонения от равновесного значения. После чего достаточно было только выключить радиочастоту и пронаблюдать процесс релаксации. Собственно говоря, сам по себе явление ядерного магнитного резонанса в том числе было зафиксировано, исходя из явления релаксации. Так как Блох был неплохим теоретиком, он тут же написал небольшую систему уравнений, в которой были интересные слагаемые. Теоретически они не предсказывались, но Блох понимал, что любое тело, например, мячик, который он опустит на землю, рано или поздно останавливается, и при этом высота каждого скачка мячика после удара уменьшается. Когда вы подаете на горячее тело холодный воздух, тело постепенно остывает, то есть релаксирует по температуре. В такой же логике придерживался и Блох и ввел так называемые члены, связанные со временем спин-спиновой и спин-решеточной релаксацией, то есть с продольной поперечной намагниченностью релаксацией намагниченности. Решая эти уравнения, при условии то, что намагниченность в плоскости x, y в начальный момент не существует, мы получаем два решения, связанных со временем спин-спиновой и спин-решеточной релаксацией. Здесь, конечно же, стоит отметить работу Евгения Константиновича Завойского, нашего с вами соотечественника, который также работал в области резонансных методов и является первооткрывательным эффекта и явления электронного парамагнитного резонанса. На данном слайде проведена экспериментальная установка, воссозданная находящаяся в музее Казанского федерального университета, и, как показывает практика и воспоминания некоторых его коллег, в частности, Бориса Михайловича Козырева, единственная причина, по которой Завойский не пронаблюдал явление ядерного магнитного резонанса, заключается в том, что та магнитная система, на которой он был работен, был слишком плохо сконструирован. Тем самым намагниченность, которую пытались создать для наблюдения ядерного магнитного резонанса, слишком быстро распадалась, и поэтому линия на спектре сильно уширялась. Как показывает практика, если бы в этот момент не началась бы Великая Отечественная война, то, скорее всего, за месяц-два Завойский довел бы свою экспериментальную установку до ума и пронаблюдал бы явление ядерного магнитного резонанса уже стабильно. При этом, это также является историческим фактом, первые работы по наблюдению резонанса Завойским были опубликованы за полгода до первых работ парсела, паунда и, соответственно, блоха. Поэтому зачастую, иногда на конференциях, вы можете слышать то, что действительно Евгений Константинович Завойский мог быть первым человеком, наблюдавшим ядерный магнитный резонанс, но так или иначе не зафиксирующим его. Как много приложений ядерного магнитного резонанса? Многие из них, я думаю, для вас пока не знакомы. Я обращаюсь к студентам, которые только начинают изучать данный метод. Но, тем не менее, ряд из них мы сегодня рассмотрим. Прежде чем это делать, давайте посмотрим на общую картинку. На данном слайде вы можете видеть, где применяется ядерный магнитный резонанс. В рамках данного коротенького доклада, конечно же, применений гораздо больше, но в первую очередь хорошо известная всем нам магнитно-резонансная томография. Здесь же рядом можно отметить ЕМР-спектроскопию высокого разрешения и ЕМР-релаксацию, а также диффузометрию, способную нести в себе информацию о типе изучаемой системы, о ее подвижности, как трансляционной, так и вращательной. При этом в последние десятилетия метод ядерного магнитного резонанса стал использоваться, что называется, наизнанку, то есть в том случае, когда образец изучаемой находится не внутри радиочастотной катушки, а снаружи ее. Это позволяет изучать различные месторождения, в том числе, допустим, нефтяные, как показано на данной картинке. Все эти применения ядерного магнитного резонанса так или иначе связаны с его уникальными свойствами. Во-первых, это недеструктивное исследование при любых условиях. С другой стороны, для МРТ очень важно, чтобы это было безопасно для живых систем. Это тоже выполняется. Ну и, наконец, максимально приближено для естественных условий. То есть, фактически, установку для ядерного магнитного резонанса вы можете создать и, поместив туда образец, практически не изменить его реологические естественные свойства. Конечно же, аппаратура ядерного магнитного резонанса уже далека от того, что было использовано Блохом и Завойским. Здесь приведены лишь некоторые фотографии, что представляют из себя спектрометры. Как можете видеть, это вставлены друг в друга изолированные системы. Необходимо это для того, чтобы создавать сверхпроводимость. То есть, нам необходимы сосуды, содержащие азот, гелий. И, соответственно, посерединке будет располагаться радиочастотная катушка, с наводимым на нее магнитным полем за счет явления сверхпроводимости. Конечно же, само по себе явление можно наблюдать не только на ядрах протонов, что было зафиксировано при открытии и получении Нобелевской премии. Спектр ядер, на которых наблюдается ядерный магнитный резонанс, достаточно большой. Здесь приведены лишь самые используемые из них, на самом деле, и гораздо больше. Посмотрев на таблицу Менделеева, вы всегда сможете, зная спин ядра, определить, можно ли это ядро использовать в ядерном магнитном резонансе или нет. Конечно же, здесь есть проблема. У некоторых ядер слишком маленькое естественное содержание. Но и она тоже достаточно эффективно решается путем накопления сигнала, о чем мы поговорим чуть-чуть попозже. Казалось бы, метод открыт, и его можно активно использовать. Что и началось, на протяжении десятилетий накапливался опыт и развитие данного метода в приложениях не только физики, но и, как было озвучено ранее, химии, геологии, биологии, медицины и прочих. Одним из новаторов в этой области является Эрнст, который в свое время обратил внимание на очень интересный факт. Если мы зарегистрируем спад свободной индукции, то он явно содержит информацию о наборе ядер. Каждый из этих ядер находится в своем окружении. Здесь ему показалось уместным провести аналогию с настройкой пианино. Представьте, что перед вами пианино, и вам нужно его настроить. Классический подход предполагает то, что вам нужно нажимать на клавишу и слушать звучание, которое создает пианино. И тем самым, пройдя по каждой клавише, нажимая по отдельности их, вы получите информацию о каждой части звучания пианино. Ну а что, если нажать на все клавиши одновременно? Вы получите некоторую интерферационную картинку, и если бы была возможность обработать ее каким-то образом, вы бы получили информацию сразу же об всех звуках, создаваемых пианино. И именно за этот математический аппарат Эрнст в свое время, в 1991 году, получает Нобелевскую премию, потому что ему удалось внедрить импульсный метод, а также преобразование Фурье, в анализ спада в свободной индукции, и таким образом перейти от единичного сигнала, который и так, в принципе, несложно было обработать, перейти к анализу достаточно сложных многокомпонентных систем, анализ которых по спаду свободной индукции практически невозможен. Конечно же, возникает вопрос, а откуда у нас появляются вот эти линии, и почему они находятся на разном расстоянии друг от друга? Здесь все дело в так называемом экранировании магнитного поля. Дело в том, что вокруг каждого ядра находится некоторое облако электронов, создаваемое в свою электронную плотность. Таким образом, около каждого спина не просто магнитное поле, которым мы действуем на него извне, на нем еще формируется поле от локальных электронных областей. Рассчитав это поле, мы можем с вами пересчитать частоту резонанса, частоту резонанса, а зная отличие частоты резонанса от так называемой стандартной, мы можем ввести понятие химического сдвига. И каждой линии на спектре высокого разрешения поставить свое значение в так называемых миллионных долях. Остается ответить только на один вопрос, а что же взять за стандартный образец? Зачастую за такой образец берут систему тетраметилсилана, обладающая уникальными свойствами, что каждое резонирующее ядро, в данном случае на протонах, находится в одинаковом окружении. А значит и распределение электронной плотности для каждого резонирующего ядра будет одинаковым. Таким образом, мы получаем некоторый реперсвами, от которого можно отталкиваться. Признаем его за нулевое значение, другого мы, к сожалению, использовать не можем, и от него уже откладываем значение химических сдвигов. Здесь приведена лишь краткая карта, которая необходима для любого химикова, пожелающего использовать ядерный магнитный резонанс. На этой карте закодировано положение в миллионных долях различных химических остатков. Конечно же, их количество гораздо больше, и на самом деле порядка нескольких сотен страниц можно потратить лишь на описание каждого химического соединения. Иными словами, если вы знаете химический сдвиг, вы можете с точностью воспроизвести, что за соединение находится в этой области, что, несомненно, было полезно для химиков. Конечно, для сложных спектров интерпретация становится несколько сложнее, так как происходит частичное или полное наложение этих химических групп, но тем не менее метод достаточно успешно работает и применяется. В частности, для химического анализа очень часто бывает определить процессы комплекса образования, определение частоты получаемых компонентов, либо иногда просто взять и восстановить целиком структуру молекулы. Здесь приведено в левой части слайда плоская структура молекул, которая получается из двумерного нойзи эксперимента. Таким образом, вы не просто можете говорить о состоянии каждой линии, что, например, это вода, это CH2 группа, но еще и как соединены между собой химическими связями данные элементы, что, несомненно, бывает полезно не только для химического анализа, но и, например, в биологии. Однако, когда мы приходим в биологию, любой естественник скажет вам, что двумерная структура — это не совсем то, с чем связана наша с вами жизнь. Мы можем легко заметить то, что мир, в котором мы с вами живем, он трехмерный. Соответственно, если мы хотим получить информацию, достоверную информацию, то необходимо либо послойно получать двумерные картинки, либо сразу говорить о трехмерном представлении. Продолжая развитие теории ядерного магнитного резонанса, Вюдрих открыл то, что при помощи ядерного эффекта Оверхаузера можно интерпретировать и, как следствие этого, восстанавливать трехмерные картинки, в данном случае привезены белки. Соответственно, белки являются одними из самых важнейших биологических строителей, поэтому на них были направлены исследования последние десятилетия XX века. Наверное, здесь стоит сказать, с чем же связан ядерный эффект Оверхаузера. Дело в том, что часть намагниченности, в данном случае обозначенная буковкой «это», в силу близкого расположения ядерных спинов, может перенаправляться с одного спина на другой. При этом часть ядерной намагниченности, о которой мы с вами говорим, строго чувствительна к расстоянию между спинами, на которые наводится намагниченность. Как было показано Оверхаузером и потом подтверждено расчетами Вютриха, действительно, это зависит от порциональной R в квадрате, то есть она очень сильно спадает. Поэтому, казалось бы, ядерный эффект Оверхаузера будет работать на очень маленьких расстояниях, что теоретически предсказывалось, потом подтверждалось экспериментально. Эти расстояния действительно составляют 5 ангстремсиво, то есть полнанометра, это действительно очень мало. Но вот что интересно, как раз-таки для биологических систем такая плотная упаковка и присуща. Тогда, если мы обладаем такой плотной упаковкой, мы можем восстанавливать по данному, условно говоря, закону, всю структуру молекул. Вютрих в свое время провел эти эксперименты на белках приона. Разумеется, исследование этих белков было обозначено необходимостью, так как была зафиксирована вспышка коровьего бешенства. А прион — это один из тех белков, которые в первую очередь продуцируют вспышку бешенства. Как мы можем видеть, была восстановлена его структура, которая состоит из примерно половины жесткой спирали, на концах которой находятся достаточно подвижные активные сайты. При этом стоит отметить то, что сама по себе пространственная организация, за которой отвечает ЕМР-спектроскопия для восстановления таких картинок, на самом деле несет неполную информацию о биологической функции. Дело в том, что большинство таких вот картин так или иначе строятся в узких условиях. То есть мы пренебрегаем достаточно многими факторами, например, температурой. При этом нам важно не только знать, как устроен этот белок, но и как он двигается трансляционно и вращательно. Здесь зачастую помогает ЕМР с импульсным градиентом магнитного поля для исследований процессов самодиффузии, ну или, может быть, чуть дальше забегая, процессов, связанных с томографией. Только вот эта группа совместно, пространственная организация и молекулярная подвижность способны дать и нести в себе информацию о биологической функции. За что, собственно говоря, в свое время, в 2002 году, Вютрих и получил Нобелевскую премию. Казалось бы, мы с вами немножечко ознакомились с химическим анализом и применением в этой области метод ЕМР, биологическим. Куда дальше? Теперь попробуем объединить физику, химию и биологию. Что у нас получится? Скорее всего, получится некоторый метод, который будет активно использовать медицина, как это часто бывает. Одним из таких методов стал метод магнитно-резонансной томографии. Как вы видите, заголовок слайда называется «Как уйти из школы и получить Нобелевскую премию». Это действительно так, потому что один из создателей магнитно-резонансной томографии, в виде, в котором она получила Нобелевскую премию, Пол Лотербург, в 15 лет ушел из школы. Ну а потом через какое-то время получил Нобелевскую премию. Как такое возможно? История немножко умалчивает, но если почитать его биографию, то выясняется, что человек, уйдя из школы, спустя какое-то время понимает, что он хочет учиться, сам готовится к экзаменам, сам их сдает, сам поступает в колледж, ну а дальше, я думаю, понятно, продолжает учиться и развиваться в той области, которая ему стала интересна. Я думаю, из некоторых мы здесь сидящих, это очень важно услышать было. Конечно же, может быть, даже некоторые могут задать вопрос, а почему здесь всего два человека? Ведь известно то, что магнитно-резонансную томографию открыла троица, к ним еще нужно добавить домодьяна. Но, к сожалению, Нобелевский комитет и сам домодьян не нашли между собой согласия, так как домодьян был очень серьезно настроенным церковным человеком и считавшим то, что жизнь создана в мире только при помощи высших сил, он несколько отказался сотрудничать с этими товарищами и сказал, что да, магнитно-резонансную томографию придумал именно я, эти два товарища ни при чем здесь, поэтому получать Нобелевскую премию я с ними не захочу. А когда им дали Нобелевскую премию, ну, собственно говоря, было уже поздно о чем-то говорить. Но действительно существуют работы, в частности, патент, на имя домодьяна, в котором отмечается способ магнитно-резонансной томографии. К сожалению, так тоже бывает. Ну, я думаю, рассказывать о томографии можно достаточно долго, но в первую очередь магнитно-резонансная томография нужна нам с вами для визуализации тканей. Чуть дальше мы с вами увидим то, что МРТ позволяет определять 3D-изображение. Ну и, как вы, думаю, все знаете, на МРТ никогда нет ограничений. Конечно, иногда приходится слышать от некоторых врачей то, что МРТ — это сильное магнитное поле, но до сих пор, до сих пор, ни с точки зрения физики, ни с точки зрения медицины, влияние сильного магнитного поля, его негативного влияния, не зафиксировано. Поэтому МРТ предлагается как диагностический метод и не имеет ограничений. Что же можно получить методом магнитно-резонансной томографии? Ну, скучную картинку трехмерного человеческого тела, я думаю, мы обсуждать с вами не будем. Это слишком тривиально, правда? Получить 3D-модель человека, при этом не разрезая его, видя на модели, где располагаются его органы и в каком состоянии находятся, это слишком скучно. А вот что, если мы в томографе будем изучать поведение мышц человека? Например, когда человек начинает дышать. Вот это становится уже интереснее. Это одно из новых направлений, так называемая динамическая магнитно-резонансная томография, позволяющая изучать движение тканей, как вы понимаете, ин виво. То есть нам не нужно разрезать человека, чтобы это увидеть. При этом существуют методики и работы, где в томограф помещают музыкантов, которые продолжают играть на скрипке. Разумеется, скрипка не должна содержать магнитных элементов или металлических элементов. И в этот момент происходит наблюдение за мозгом человека. Конечно же, для этого метода нужен контрастирующий агент, так называемая ангиография. Строится карта мозга человека, и дальше по этой карте путем симулирования полученной картинки мы можем следить, как у нас проходят нервные импульсы при той или иной функциональной действительности или работе человеческого мозга. То есть не только в стационарном положении, когда человек неподвижен. Наверное, кто делал МРТ, слышали эту фразу «не двигайтесь», нужно спокойно лежать. Сейчас развитие МРТ позволяет не только двигаться и спокойно дышать, но и смотреть функциональные зависимости от того или иного действия в процессе МРТ. Конечно же, это требует дополнительной постобработки, но тем не менее, картиночки получаются весьма занятные. Здесь привезено для конкретики два человека. У одного есть поражение гортани, вот здесь чуть ниже, у другого этого поражения гортани нет. И медики, смотря на две картинки одновременно, пытаются понять, а в чем же различие для процесса дыхания. Человек. Обратите внимание на эту фразу. Наверное, лишь некоторые помнят то, что раньше магнитно-резонансная томография называлась ядерная магнитно-резонансная томография. Это слово в последние десятилетия из названия стали убирать, потому что люди стали бояться всего ядерного. И как рассказывают коллеги, кто занимается долго МРТ, долгое время врачи, назначая магнитно-резонансную томографию, не могли заставить людей пойти на нее, потому что как только люди в направлении видели слово ядерное, сразу же ассоциация с каким-то лечением онкологических заболеваний, и идти никто особо не хотел. Пришлось долго разъяснять. Как только врачи уставали разъяснять, пришло предложение убрать просто это слово и оставить просто магнитно-резонансную томографию. Люди сразу же успокоились, признали, что метод классный, хорошо работает, и можно пользоваться. Как было сказано при обсуждении данных картинок методом МРТ, можно видеть структурные изменения, происходящие в теле человека, выявление заболеваний. Данная картиночка также бывает полезна по исследованию МРТ в случае болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера для локализации очагов. Это, к сожалению, пока неизлечимая болезнь, но, тем не менее, получив томографии головного мозга и построив 3D-модель, врачи, диагносты могут подсказать, возможно ли локализация при помощи медицинских препаратов или, к сожалению, уже человека не удастся спасти. Мы поговорили с вами о химии, о биологии, о медицине, а теперь поговорим о бездушных камнях. За последние десятилетия очень часто можно встретить в различных СМИ то, что скоро нефть закончится, мы все будем ездить на электромобилях. Правда, никто не задумывается о том, откуда же берется электроэнергия. Ну, наверное, как раз-таки из-за сжигания топлива, в том числе углеводородов. И в силу смещения фокуса интересов в область исследования сложных нативных систем, в частности углеводородов, все чаще стали задаваться вопросы, а можем ли мы получить некоторую приорную информацию о состоянии, в данном случае, сложных молекулярных систем, на примере углеводородов, непосредственно в камне. Действительно, такой ответ можно дать, и он будет положительным. При этом отвечать можно сразу на несколько вопросов. Например, а сколько нефти вот в этом камешке? Другой вопрос. А как располагается эта нефть вот в этом камешке? Потому что оба этих вопроса влияют в первую очередь на необходимость добычи и способ добычи из нефтяных месторождений, а как следствие на нашу возможность продолжать ездить на бензине и мечтать о том, что скоро мы будем ездить на электромобилях. При этом важно отметить, что специалисты в области компьютерной томографии или люди, занимающиеся рентгеном, могут сказать, постойте, причем здесь, в методе ядерного магнитного резонанса, исследование твердых систем, когда мы знаем, что для этого достаточно использовать рентген, и в принципе он даст всю необходимую информацию. Все это так. И действительно, вот эта модель была построена при помощи компьютерной томографии. Она очень подробная. Здесь выделены различные области, и этот метод, можно сказать, недеструктивным назвать тоже можно. Но, к сожалению, у рентгеноструктурного анализа или компьютерной томографии на его основе есть также ограничения, связанные как с размером областей, в которых может локализоваться флюид, так как самое главное, мы не можем ответить на вопрос, а вот эти вот пустоты, они заполнены нефтью или водой? Потому что для рентгена это невозможно. А вот для метода ядерного магнитного резонанса, как мы покажем сейчас на следующих слайдах, можно ответить на вопрос не только о типизации флюидов, но и о том, в каких пористых системах он находится. Для этого достаточно вспомнить одну из первых, но при этом достаточно неплохо описывающих экспериментальные результаты, теорию Бломберга-Парсел-Паунда. В данном случае записано выражение для скорости спин-спиновой релаксации, а мы обращаем внимание, то что скорость спин-спиновой релаксации имеет зависимость от времен корреляции. Устремляя время корреляции в большие значения, мы можем получить некоторое упрощенное выражение линейной зависимости Т2 от временной корреляции. При этом, согласно теории Эйнштейна, время вращательной корреляции Тао-Ц имеет пропорциональную зависимость с размером частиц, или же с размером ограничений, в котором находится эта частица. Допустим, молекула воды. Тогда, если мы получаем с вами релаксационное затухание, а как раз-таки у студентов, которые меня сейчас слушают, как происходит практика, приводя определенные условия, например, Лаплас преобразование или преобразование Тихонова, мы можем получить спектр времен спин-спиновой релаксации или сделать это руками, что вы сейчас пытаетесь, я так понимаю, на практике сделать. А зная спектр времен Т2, мы можем пересчитать размер пор. Таким образом, если у вас есть набор времен спин-спиновой релаксации, вы можете с некоторой уверенностью говорить, что у вас будет напор размеров пор. Ведь в зависимости от размера пор частицы будут вращаться по-разному, что подвержается теоретически и самое главное на эксперименте. Однако же, как было сказано чуть ранее, метод ядерного магнитного резонанса способен дать информацию не только о порах, которые очень важны для нефтяников, для повышения дебета и всего прочего, но еще и типизовать флюид. На данном слайде приведено также спектр времен релаксации Т2. Он разделен на части. Как мы можем видеть, в зависимости от времени спин-спиновой релаксации вы получаете либо свободную воду, либо капиллярно связанную воду, либо углеводород. При этом, если вы достаточно хорошо подкованы в ядерном магнитном резонансе, то вместо одномерного эксперимента по Т2 вы можете сделать совместный двумерный анализ Т1-Т2, так называемые двумерные карты, на котором получить еще одну характеристику любой молекулы, обладающей магнитным моментом, в данном случае молекулы жидкости. Это характеристика спин-решеточной релаксации. Таким образом, у вас получается некоторая карта, в которой закодированы пятна, соотнося которые можно говорить о содержании нефти, воды, а интенсивность их пятен — это интегральная количественная характеристика. Когда наши коллеги из нефтяной промышленности, из геологии увидели это, они, конечно же, обрадовались новому методу. Этот метод достаточно активно используется и на территории Российской Федерации, и за рубежом, на различными компаниями. Но аппетит же приходит во время еды, правда? Сразу возникает вопрос, а можно все это делать не в лаборатории, а не проследовать в скважине? На глубине 5 километров, где высокое давление, температура больше 100 градусов. Первое, что приходит в голову, но, к сожалению, вот сюда засунуть релаксометр или уж тем более спектрометр невозможно. Однако, слишком уж интересные вопросы задаются коллегами, например, связанные с пористостью, степизацией нефти, легкая она или тяжелая. И вообще, вязкость было бы здорово тоже определить. Казалось бы, вязкость определить, как это возможно? Ведь для определения вязкости точно нужна какая-то лабораторная установка, например, вискозиметр или же метод Стокса. Однако, как показывает практика, здесь метод ядерного магнитного резонанса нашел свое применение, и спустя какое-то время экспериментальная установка, которая действительно называется ЕМР наизнанку, была создана, представляет из себя вот такой вот длинный коаксиальный цилиндр, состоящий из нескольких блоков, блоков электроники, магнитной системы и катушечки самой. Соответственно, в данном случае, когда вы опускаете прибор на необходимую глубину, прибор движется по скважине и регистрирует отклик от сигналов, получаемых извне. То есть вы облучаете радиочастотой окружающее пространство, получаете отклик, и тем самым, некоторую информацию о состоянии, в данном случае пористости, карты пористости, и двумерных картах, о которых мы говорили чуть раньше. При этом делается это достаточно быстро, в течение нескольких часов можно пройти глубиной в 20, 30 и даже 100 метров. Мы с вами говорили о прошлом, то, что существует на данный момент, а где же еще может быть применим метод ядерного магнитного резонанса? И тут коллеги рассказывают, что этот метод, например, в Турции применяется для определения взрывчатых веществ, потому что он не деструктивен, и понятное дело, что никто не хочет воздействовать на взрывчатку, поэтому проще поместить в релаксометр и сказать, что это простая водичка или прозрачная жидкая взрывчатка. А еще есть коллеги, которые в методном ЕМР изучают картины. Как вы понимаете, любая картина содержит протоны, содержащие жидкости, в данном случае масла, и в зависимости от амплитуды сигнала мы можем говорить о том, сильно ли высохла краска или нет. Как вы понимаете, если краска высохла достаточно сильно, то картина требует реставрации, а с точки зрения ЕМР высохшая краска обладает короткими временами релаксации и как следствие малой амплитуды сигнала ЕМР. Получив вот такой вот профиль, мы по данным ЕМР можем построить профиль картины, тем самым сказать, какие места требует реставрация. Как видите, пошли слайды на иностранных языках, потому что в основном это все используется за рубежом. В частности, вот здесь вот лежит товарищ, которому несколько сотен лет, и зачем-то тоже решили поисследовать его метно-ядерного-магнитного резонанса. Но, видимо, цель достаточно простая. В частности, узнать структуру скелета, которая метно-магнитной резонансной томографии тоже может быть восстановлена, так как немножечко на нем протоносодержащие компоненты сохранены. Ну и последнее, что на данный момент кажется, наверное, самым необычным. У всех у нас есть зубы, и когда мы приходим к стоматологу на лечение, то зачастую бывает необходимо получить некоторую профилизацию ваших зубов. Чаще всего вас отправляют на рентген. И если вы лечите зубы не одну неделю, то, скорее всего, вам придется ждать, когда может быть получить новую дозу рентгена, даже если она очень маленькая. Так вот, метод ядерного-магнитного резонанса, который зачастую в твердых телах, как показывает практика, показывается не всегда самым лучшим образом, а уж тем более на рентгене зубов. И здесь показал себя. Прям еще вот такой вот маленькой катушечке можно получить трехмерную модель зуба и, соответственно, сказать, где находятся пломбы, где находятся кариес. Тем самым врачу, получив вот такую 3D-модель, проще будет лечить ваш зуб как до, так и после воздействия. В заключение я хотел бы сказать о том, в каких группах проводятся исследования методами ядерного-магнитного резонанса и ЭПР в Институте физики. Это кафедра физики, медицинской физики, которая в основном работает со сложными биологическими объектами, но у них также есть работы, как ни странно, и по нефтям. Это кафедра физики молекулярных систем. Я думаю, здесь сидящим студентам этой кафедры она должна быть чуть-чуть знакома. Здесь спектр исследований достаточно широкий, но в частности мы занимаемся еще изготовлением оборудования, некоторые из которых вы видели на предыдущем слайде, изготовлены под руководством нашей кафедры и заведующего кафедры. И кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопия, та кафедра, которая фактически является продолжателем работ Альчулера, Завойского, Козырева. На этой кафедре вы найдете методы как электронной промагнитного резонанса, так и ядерного магнитного резонанса. В самых топовых приложениях коллеги стараются активно работать на развитие данных методов и на получение синергетического эффекта в том случае, когда мы используем оба метода параллельно. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова